Добрый день, у микрофона Ольга Болезина, Владимир Сметанин. Добрый день, приветствуем вас. Это передача «Урбан», наша традиционная, которая выходит при поддержке группы компании «Железная». Сегодня у нас очередная интересная тема, ах да, надо напомнить, что передача «Урбан» посвящена, если уж говорить просто, тому, где мы живем, как мы живем нашему качеству жизни, к чему мы стремимся, какие цели стоят в этом отношении. И сегодня будет очередная, надеемся, интересная беседа. Сейчас представим наших гостей и перейдем непосредственно к разговору. Да, говорить мы будем про мобильные приложения, то, как они делают жизнь горожан, удобнее или... Но не только горожан, потому что мобильные приложения явление глобальное. Некоторые мобильные приложения, да, существуют везде. И говорим мы сегодня, перечисляем, не знаю, вот по порядку, как от меня, управляющий кировским отделением Сбербанка Артем Пищик. Добрый день, приветствуем вас. Да, здравствуйте. Добрый день, приветствуем. И я тоже. И, кстати, у Сбера есть же самые популярные приложения, про которые тоже мы будем говорить. А, ну, безусловно, да. Сбер онлайн. Да, да. И глобусом я тоже пользуюсь, но поскольку в доме от Железно не живу, то у меня мажор дома, как называется, да, приложение от Железно у меня нет. А я бы хотела всем предложить сейчас, вот, взглянуть в свой телефон, какое мобильное приложение у вас было последним использовано. Ну или... На чем вы прекратили смотреть в телефон перед бухгером? Да, из озвученных или... Нет, не из озвученных. Ватсап, как, наверное, прогнозируемо, да. Так. То есть мессенджеры, да? Мессенджеры наверняка входят у вас в топ самых используемых приложений. У меня тоже ватсап, и вот инстаграм еще в списке оказались все. Да, согласен с коллегами. Ну, то есть наши гости тоже активно пользуются, да, этим продуктом? Нет, единственное, я хочу сказать, что... Артем Пищик, да. Да. У меня бы инстаграм, например, мог оказаться в числе часто пользуемых, я бы поставил ограничение себе 15 минут в день. О, вот он, цифровой детокс. Это помогает, это помогает реально экономить время. Ну, надо понимать, что работа топ-менеджером, она предполагает некие ограничения для того, чтобы экономить время и находить время для всего, что нужно сделать, да. Итак, мы предлагаем сейчас вам прямо такую визитную карточку представить, да, о своем продукте, чтобы кто-то не оказался в тени и не получилось так, что один разговаривает, другие слушают. Давайте для начала визитную карточку, а потом уже более подробно перейдем к истории создания, какой функционал закладывался, какие есть особенности и так далее. Начнем мы. С Мажор Дома, наверное, потому что действительно там Глобус и Сбер ими пользуются, а Мажор Дом только вот повезло. Для тех, кто непосредственно живет, да, в домах, построенной группой компании «Железно». Или вы кому-то еще продаете, кстати, это приложение? Да, мы начинаем... Иван Власов, IT-директор группы компании «Дайщерос». Да, мы начинаем движение и по направлению продажи данного продукта. В целом, наш продукт, насколько вам известно, является и квартира. То есть, в первую очередь, цель – это построить умные среднеэтажные мини-города с комфортной средой и высоким сервисом. И без цифровых технологий этого сделать будет невозможно. Поэтому мы разработали такое решение, которое называется «Мажор Дом». Мажор Дом расшифровывается как «Дворецкий», который будет помогать вам делать жизнь комфортней в текущих домах и квартирах. А я как-то его расшифровываю по старинке как «Старший по дому». Мажор – латинское происхождение, слово «старший» да «старший по дому». Все верно, консьерж. Что он умеет, коротко? Ну, он умеет общаться с управляющей компанией, он умеет управлять вашим умным домом, если такой присутствует в комплектации. То есть, выключать свет, розетки, следить за тем, за проникновением в квартиру. Посторонних людей. Да, посторонних людей. Есть синхронизация с Алисой, чтобы управлять всем этим голосом. Возможно, мы в скором времени подумаем о интеграции с умной колонкой «Сбербанк», в том числе, потому что она тоже набирает обороты и от всех отличается качеством и дисплеем, который у других производителей нет. Честно говоря, я впервые раз слышу, что у «Сбербанка» есть умная колонка, но об этом тоже, видимо, поговорим. Готовы. Да, также это просмотр состояния всех коммуникаций, которые доходятся для управляющей компании, чтобы понимать, есть ли аварийные случаи, умные счетчики, видеонаблюдение, бесключевой доступ. Вот это, наверное, все основные функции, которые пользуются наши жители. А это каждый житель может пользоваться или не всякая квартира оснащена, как и устроена? Минимальным набором функций оснащены все квартиры группы компаний «Железно» без исключения. В дальнейшем уже зависит от комплектации квартиры. Аналогично тому, что вы приобретаете, к примеру, автомобиль, есть базовая комплектация, есть комплектация немножко с другими условиями. Аналогичная ситуация есть. То есть мы не можем говорить о том, что квартира умная, если она не в чистовой отделке. То есть, чтобы ее оснастить необходимым оборудованием, надо ее и купить в чистовой отделке. Так, давайте по порядку. Минимум – это чистовая отделка. Что в базовую комплектацию входит? Видеонаблюдение, управление общением с управляющей компанией и непосредственно чаты с жителями. Это является минимумом, то, что мы выпускаем на рынок. Максимум – сюда добавляется умный дом. Непосредственно все функции, которые только известны в стандартном управлении умным домом, мы перенесли в квартиру и сделали их доступным. То есть, если раньше функции умного дома были доступны умные квартиры только для частных домов, то теперь они недоступны и непосредственно для наших жителей. Такая комплектация плюсом может начинаться, если мы говорим про деньги, то за однокомнатную квартиру от 150 тысяч рублей. И вы получаете полный функционал умного дома. То есть, плюсом 150 к стоимости квартиры, и ты получаешь весь набор этих умных функций. Причем, соответственно, эти умные функции будут обслуживаться. Не надо думать, как их починить, исправить. Там всегда будет сервисный инженер, который вам в этом поможет. Это с чистовой отделкой у вас получается? Поближе, пожалуйста, к микрофону. Это Михаил Скорохватов. Это у вас с чистовой отделкой получается, да? Да, мы в текущий момент предлагаем данную комплектацию как плюс к чистовой отделке. А что там? Шторы, свет, кофемашина, холодильник? Смотрите, мы выбрали основные функции, которые есть у всех. Шторы, свет, они уже есть в нашем также мобильном приложении. Почему мы не выбрали кофемашину? Ну, вот честно. Потому что пока популяризация управления кофемашиной через мобильное приложение не достигла определенного уровня. То есть в этом нет необходимости. То же самое, как и включить чайник. Это занимает достаточно малое количество времени. И количество кофемашин, с которыми необходимо будет сделать интеграцию, оно просто бесконечно. Поэтому, к примеру, для управления светом, да, мы эти функции используем. Мы закладываем по три группы в каждую комнату. Если она не является кухней-гостиной, туда закладываем больше. Также управляем вытяжкой, к примеру, в санузле и в ванной комнате. Управление розетками мы разделили, тоже выделили в отдельную функцию. Так как управлять каждой розеткой посчитали абсолютно бессмысленно. Ну, представьте, у вас в каждой комнате в среднем по четыре розетки. Если вы будете управлять каждой розеткой, каким образом вы их запомните? Иван, простите, а что значит управлять розеткой? Я что-то не понимаю. Розетка-розетка, то есть подошел? Да, включать-выключать. Включать-выключать розетку, все ненужное электричество. Мы посчитали, что будет гораздо нужней функция просто отключить электричество, кроме нужного. То есть у вас есть холодильник, возможно, морозильная камера. При проектировании квартиры электрика делается таким образом, чтобы эти устройства оставались всегда включены. И выходя из квартиры, вы просто нажимаете одну кнопку, везде гаснет свет, включая розетки. То есть вам не надо задумываться о том, выключили ли вы холодильник, выключили ли вы духовой шкаф. Все просто выключится. Не дай бог, кто-то там полезет в розетку с вилкой, не знаю, с чем-то, да? То есть короткого замыкания не случится в этом случае. Это в том числе, да. А это можно управлять у вас в любой точке мира, да, то есть в вашем приложении? В любой точке мира, где присутствует сеть интернет. Угубно. Да, также в минимальную комплектацию входит и управление счетчиками, то есть просмотр ваших показаний ежедневно. Это помогает каждому жителю достичь двух вещей. Первое, сделать наш мир немного чище, то есть понять, в какой день мы тратим больше ресурсов и почему. И второе, мы практически всегда в своих проектах используем горизонтальную разводку отопления. Горизонтальная разводка отопления позволяет учитывать тепло поквартирно. И при комфортной температуре... В одинаковом положении нет такого, что у кого-то холодно, у кого-то теплее, да, это имеем в виду? Да, мы контролируем минимальную температуру в таких домах, то есть согласно законодательству норм не должно быть меньше 18 градусов. То есть позволяем убавить отопление до данной температуры, если необходимо, то система автоматически повышает его. Все же в курсе, что спать ночью комфортнее при прохладной помещении. Да, закутаться, да, сон тогда крепкий, спокойный. Поэтому с утра становится всегда немножко зябко, и вам хочется укрыться дополнительным одеялом. В приложении вы можете выставить график один раз. Все мы живем в какой-то цикличной жизни, к примеру, в 6 утра просыпаемся, идем в душ, дальше у некоторых пробежка, завтрак, рабочий день, возвращаемся домой, играем с детьми, сон. Все это длится с понедельника по пятницу практически без изменений, если вы находитесь в своем доме, квартире и не уезжаете в командировки. На субботу-воскресенье настраиваете немножко другой график, и он начинает быть цикличным. При вашем отъезде в командировку можно просто выбрать режим «Вас нет дома», и тогда с помощью этого получить экономию средств в том числе. Ну что, достаточно, да, для начала? Достаточно. Есть море, конечно же, вопросов. Я бы добавил, если можно. Да, пожалуйста, Артем Пищик, управляющий Кировским отделением Сбербанка. Я, как счастливый обладатель недвижимости от компании «Железная», являюсь пользователем «Мажор дома», и я вот очень высоко оцениваю возможность как раз, ну не то чтобы общения с управляющей компанией, а возможность выставления заявок, каких-либо платных, бесплатных, на выполнение каких-либо работ, ремонтных, там, устранения каких-то недостатков, не дай бог, что-то случилось. Простите, часто случается это? Ну, у меня за прошлый год был опыт, когда я трижды там выставлял разного рода заявки, ну, в конце концов, даже элементарно там скамейку рядом с домом сломали. Сфотографировал, выставил заявку, и, знаете, уже на следующий день мне прилетает отчет, что все исправлено, и я вижу, что самое важное исправленное от ремонтинку. Поставьте оценку. Очень удобно, кстати, да. То есть, ну, нет потребности звонить куда-то, да, искать эти номера телефонов, там, брусчатка где-то. А я даже нашла номер телефона, позвонила один раз, сделала заявку, на следующий день раз позвонила, еще по тому же самому поводу сделала заявку, и уже вот дня два-три я и жду, когда мне уже все-таки перезвонят и свяжутся. Ну, да, да. Предупреждаю, там, что, возможно, плановое отключение электричества, там, воды и, мало ли, да, еще каких-то историй, это тоже помогает как-то, ну, планировать свои активности. Хорошо. Ну, дальше предлагаю перейти к Михаилу Скорохватову, да? Еще раз напомни, пожалуйста, должность. Руководитель рекламного отдела группы компании «Глобус». Да, чтобы все мы знали, вспомнили, понимали. Да, и компания «Глобус» и человек, который курировал техническую разработку проекта «Бонусная программа», да, «Система «Глобус». Ну, и курируя на сегодняшний момент. И сегодня продолжает этим заниматься. Бонусная программа, насколько я знаю, она вот-вот только еще, да, она еще набирает обороты. Ну, мы уже на самом деле… Это новая версия, можно, да, сказать. Перерождение 2.0. Да. Начну, наверное, издалека. У нашей компании на протяжении многих лет была программа лояльности, которая была просто дискотная. Золотые карты, серебряные. Серебряные карты, да. Соответственно, как бы в ней участвовал определенный пол предприятий, который включал там в себя предприятия общественного питания, супермаркеты, услуги, которые всячески оказывались, в том числе торты на заказ. Такие вот, значит, направления. Вот. Но время не стоит на месте. Значит, по истечении определенного периода времени стали поступать обращения от наших покупателей, что неплохо было бы сделать именно виртуальную карту. Это первое обращение. Второе обращение – люди задавали вопросы, они не могли отследить накопление, насколько эффективна карта вообще в целом. Для покупателей сегодня такой статистики не предоставлялось. И отследить, насколько она выгодна, было невозможно. Мы это понимали на сегодняшний момент и разработали год назад бонусную программу. Разрабатывалась она у нас год первоначально. На сегодняшний момент приложение вышло на серьезные обороты. Доля участников в бонусной программе на конец февраля – 236 тысяч человек. Давайте напомним, как продукт называется, чтобы его найти. Бонусная программа, система Глобус. Бонусная программа, система Глобус прямо так и забиваем в Плеймаркете, либо в App Store. 236 тысяч – это именно приложение. Да, зарегистрированных – это всего. У нас есть в бонусной программе вообще два направления – это приложение и сама карта. Но карта требует регистрации. Регистрацию можно сделать на сайте, либо в приложении. Карта делится на две составляющие – это виртуальная карта и обычная пластиковая карта. Пластиковая карта направлена на пожилых людей. Поскольку у нас уровень охвата жителей города Кирова повсеместных, за продуктами питания ходят все, то для пожилого контингента у нас осталась карта. Для более прогрессивной части и для молодежи мы используем виртуальное мобильное приложение. Оно как раз направлено на сегодня выстраивание коммуникаций с потребителем. То есть у нас есть функция обратной связи. В приложении можно отследить накопление, которое есть. Можно сделать выводы о выгоде. Кроме этого, накопление можно у тех, у кого, допустим, пластиковая карта есть, отследить на нашем сайте. То есть в личном кабинете вся информация есть. И она же выводится на чеки для удобства. Кроме этого, мы подключили полупредприятий и планируем их расширять. То есть мы планируем делать своего рода среду такую, в которой будет все больше и больше предприятий в городе Кирове участвовать. А почему именно предприятия? Поясните, в чем суть. В чем суть? Значит, у нас на бонусной программе есть единый, так скажем, кошелек для накопления бонусных баллов. Один бонусный балл, один рубль. Вы можете совершать покупки в любом из предприятий участников и датить в любом из предприятий участники, где вам удобно. То есть, к примеру, условно говоря, если вы ходите, совершайте покупки на постоянной основе в супермаркетах системы Globus. Вы ходите, 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 у вас наступает период дня рождения. Вы к этому времени, по истечению года, можете накопить определенную сумму. И на эту сумму вы можете сходить и отметить день рождения в этом же грейбаре конюшне, который мы недавно обновили. Точно так же, совершая покупки, мы решили отпраздновать Новый год в предприятии общественного питания. То есть, заказали столик, провели мероприятие. К примеру, условно, потратили 5000 рублей в этом же грейбаре конюшне. Если вы провели Новый год, вам начислиться 15% с этой суммы. На эту сумму вы на следующий день можете спокойно сходить и купить продукты питания. То есть, это такой симбиоз, обмен и более качественные предложения с позиции нашей бонусной программы, которая объединяет сразу пул предприятий. Естественно, что размер бонусных баллов разный. То есть, у каждого предприятия еще есть дополнительно собственные акции и специальные предложения. Например, есть такая функция, как день рождения. Если вы в день рождения пойдете совершать покупки в супермаркет к нам, то в течение 7 дней вам предоставляется повышенный бонус в размере 7%. 7% никто из розничных операторов сегодня в городе Кирове не предоставляет такой размер вознаграждения обратно на карту. То есть, вообще такого нет. Купил на 1070 рублей. Да. На такси все довез. Да, совершенно верно. Вам возвращается. Причем вам возвращается один бонус, один рубль. Вы их можете поменять в любом из предприятий участников. В течение 7 дней, естественно, вы можете совершать покупки с дисконтом. Это еще одна такая у нас значительная цель. То есть, мы объединяем предприятия разных направленностей, чтобы можно было более качественное предложение для потребителя предоставить сегодня. Помимо этого и обратной связи, которая есть на сегодняшний момент. То есть, мы сейчас строим новое приложение с учетом тех дополнительных пожеланий, которые нам сегодня пользователи озвучивают. Я не ослышался, это будет отдельный продукт, отдельное приложение. Нет, это будет это же приложение. Но у нас будет доработанная версия, которую мы уже сейчас тестируем на данный момент и готовим публикации. В ней будет еще, я сразу же говорю, еще больше акций и спецпредложений. То есть, значительно больше. В том числе, мы будем запускать возможность купонных распродаж. У нас появится скрытая распродажа внутри приложения, в которой можно будет непосредственно участвовать тем, у кого оно будет. Появится еще более качественная обратная связь, которой мы уделяем сегодня значительное внимание. То есть, если вам, ну, до недавнего времени в нашем приложении, поскольку оно, ему не так много лет, оно насчитывает, условно говоря, второй год идет ему, вот, когда поступала обратная связь, то она не сообщалась, допустим, с звуковым сигналом. Теперь, как бы, это будет приходить в виде пуш-уведомления с звуковым сигналом. И, допустим, на значке у нас будет отображаться там циферка 1, 2, 3 сообщения, которые необходимо прочитать. То есть, потребитель сразу же увидит качественную коммуникацию, которая будет в режиме онлайн, то есть, прослеживаться. Вот. Мы планируем, как бы, интегрировать наши ресурсы постепенно в данное приложение. Это доставка пиццы. Значит, услуга по доставке продуктов, это тоже качественно другое направление, которое будет с симбиозом работать в дальнейшем. То есть, пока это будут такие определенные ссылки на разделы, но впоследствии мы будем его добирать, как бы, с учетом вот этого функционала, который планируется сделать. Вот. Мы на сегодняшний момент столкнулись с проблемой, значит, качества защиты информации. Поскольку у нас, значит, аудитория значительная, то бывают случаи, когда там злоумышленники пытаются там, ну, нас заломать, мы это фиксируем по нашим системам. Вот. И мы на текущий момент новой разработке уделяем более качественное внимание этому направлению. А что там можно украсть? Баллы мои бонусные, имя фамилии? Или речь идет о том, когда злоумышленники убеждают программу для удаленного доступа поставить? Смотрите, очень интересно. Как персональные данные? А, персональные данные. Две темы, которые очень влияют на репутацию фирмы. Первое – это персональные данные. То есть, когда потребитель, как бы, покупатель доверяет вам персональные данные для использования, он хочет быть уверенным в том, что, как бы, они будут надежно защищены. То есть, это только ваши взаимоотношения? Это первый вопрос. Второй вопрос. На сегодняшний момент, как ни печально это будет звучать, на что есть черный рынок по продаже бонусов? Увы, да. Увы и ах, как бы. Если вы наберете там мессенджеры, существует целая индустрия, когда, ну, есть определенный пол, так скажем, каналов хакерских, где продают бонусные баллы, то есть, продают их через доступ в личный кабинет. То есть, человек за пол цены может купить, условно говоря, доступ к аккаунту и совершить сделку. К сожалению, они есть, и эта индустрия, она прослеживается. Как это делается на сегодняшний момент, ну, вот, по нашему опыту, как бы, мы, как видим, значит, существует у пользователя, так скажем, неправильно выразиться, у пользователя есть несколько аккаунтов, неважно от каких приложений. Он, как правило, как человек, как пользователь, ставит один логин и пароль. Ну, логин – это традиционный телефон, а, значит, пароль, соответственно, как бы он стоит тут. Ну, да, удобно, чтобы не забыть. Да. Когда взломовывают одно из приложений, то данные попадают в базу в черную. И начинают прокручивать, да, и начинают прокручивать все приложения, то есть, подцепляются, начинают прокручивать. То есть, вот эти темы, как бы, пытаются отработать через взлом, как бы. Поэтому, пользуясь случая, я хотел бы обратиться к нашим, значит, покупателям, чтобы они на каждое приложение по возможности ставили более сложный пароль, чтобы не было вот таких вот ситуаций. То есть, такие ситуации, как бы, мы, ну, на самом деле, фиксировали на сегодняшний момент, и они имеют место быть. Вот, поэтому в текущей версии приложения у нас авторизация двухфакторная. То есть, это предполагает, что, то есть, первое, то есть, если человек регистрируется, регистрация подтверждения только по СМС. Если подключается новый компьютер, либо телефон, то есть, он подписывается на аккаунт, это идет только через СМС. То есть, по-другому регистрация невозможна. То есть, это позволяет избежать вот этих вот дополнительных нюансов. В то же время мы ставим защиту на вход в аккаунт приложения. То есть, это пароль при входе, как у банковской сферы, точно такой же. Он выполняет две функции. Вы, допустим, сдали телефон в ремонт. Поставили пароль на вход, все, собственно говоря, как бы, можете отдать телефон в ремонт, и все, без проблем. Вот, это очень удобно с точки зрения вот использования дополнительного. Если будешь неверный код вводить, он тогда заблокируется, да? Да, да, да. И, соответственно, второй фактор – это манипуляции. То есть, вот эти вот, если знают, даже логин и пароль за умышленник дополнительно узнал от вашего аккаунта, у него еще одна стадия защиты возникает, которую тоже нужно обходить. То есть, это дополнительная защита. И на сегодняшний момент мы уделяем достаточно серьезное внимание вот этому фактору. Поскольку база у нас значительно выросла, то есть, она большая достаточно. Вот, поэтому, как бы, более пристально мы за этим следим и отрабатываем возможные варианты. Я думаю, к вопросам безопасности мы еще вернемся. Ну, это отдельная такая ниша. Да, и очень важная на самом деле. А кто-то, кроме меня, еще пользуется из вас приложением Globus. Вот у нас Артем Пищик, сегодня эксперт по всем приложениям. Не сказать, что я эксперт, я, скорее, пользователь, да, который активно историями и мажордомом и Globus'ом пользуюсь. Ну, у меня круг пользования, скажем, не очень большой. Понятно, это стандартная история, там, вошел в приложение и активировал скидочную карту. И мне, кстати, хочется сказать спасибо за последние, там, полгода, наверное, существенно увеличилась скорость того, как быстро ты получаешь карту именно, да, то есть на начальном этапе, когда приложение только появилось, ну, бывали случаи, зависящие от скорости интернета, что карта подгружалась условно долго. Сейчас этой проблемы нет и очень быстро в магазине у меня вообще нет вопросов. Я карту сразу показываю. И чем я часто пользуюсь, помимо того, что списываем баллы, это еще, я, ну, к счастью, не к счастью, да, у меня все-таки основной посетитель магазинов это супруга, вот, и те бонусы, которые коплю я, а они бывают, и я их коплю не только в результате походов в магазин, а вот как уже было озвучено, там, когда я посещаю партнеров, где начисляются дополнительные бонусы, я эти бонусы перевожу супруге, и, собственно, она потом может их уже тратить на свои нужды. И еще функция еще и поделиться. Да, да, есть такая штука, рассказывали, и мне вот, правда, не приходилось. Но вообще мне нравится, что ты приходишь на кассу, в телефоне показал карту, телефон он уже оплатил, и очень быстро этот процесс происходит. Михаил, что-то еще давайте добавить. Да, я хотел бы еще добавить сразу же, да, вот по поводу, как бы, качества и скорости работы. Естественно, когда мы запускали мобильное приложение вообще в целом, то есть в нем уже значительное количество скидок было, предприятий участников, мы не ожидали, на самом деле, что вот такой отклик, мы в первые два месяца выдали 140 тысяч карт. То есть зарегистрировали, выдали 140 тысяч карт. Естественно, что наши мощности на период старта, они не были рассчитаны на столь стремительный рост, как бы, и мы их догоняли с учетом, как бы, возникающих нюансов. Вот, и второй момент, у нас изначально приложение, оно работало по принципу, карта подгружалась виртуально, то есть любое приложение работает с учетом действия интернета. Но покрытие интернета в городе Кирове, они всегда качественны на сегодняшний момент, тем более, когда мы понимали, что есть час пик, Новый год, стоит, условно говоря, в очереди, там, ну, в магазине 100 человек, в одной точке, как бы, и качество покрытия низкое. И это, кстати, очень тормозит развитие этих технологий, не только приложений, о которых мы говорим. Поэтому мы в ближайшем месяце что сделали? Мы сделали возможность кэширования приложения на, значит, устройстве пользователя. То есть, если даже нет доступа в интернет, то главное, страница загрузится и загрузится карта. А бонусы, естественно, они будут обновляться по истечению периода, когда будет качественное подключение к интернету. Но важно, что они будут начисляться, исписываться, как бы, и человек может воспользоваться картой. На сегодняшний момент мы идем дальше, значит, с учетом пожеланий пользователя, мы фиксируем следующий нюанс, который возникает. Это, так скажем, пришел человек, значит, покупатель наш в супермаркет, там, в любое наше заведение, и у него сел телефон. Они говорят, вот, как бы, с точки зрения приложения, не очень удобно. Это страх современного человека. Бывает часто, потому что... Хочу из батареи. Бывает часто, да. Почему? Потому что мы все достаточно активно пользуемся сегодня гаджетами, телефонами в течение дня. И просто, когда, если человек, ну, активно пользуется, там, телефоном, разговаривает, к концу дня, когда он идет совершать покупки, после рабочего дня, он у него садится. Такие случаи были, в том числе, у меня. То есть, поэтому мы дополняем сейчас функционал, и у нас можно будет начислять и бонусы начислять по номеру телефона. То есть, вы говорите номер телефона, он забивается на кассе, мы сейчас прорабатываем этот вопрос, и вам происходит начисление бонусных баллов. То есть, этот функционал мы сейчас тоже дорабатываем, как бы, чтобы он тоже был, с учетом выпуска нового приложения. Это дополнительная такая фишка бот для пользователей. Ну, давайте Сбербанку уделим внимание. После рекламы. После рекламы, хорошо. Возвращаемся в студию. Мы сегодня говорим о мобильных приложениях, о том, как они делают нашу жизнь безопаснее, легче, проще. Я вот нашла статистику, которую Кировстат в прошлом году публиковал. 66% кировских пользователей интернета прибегают к нему для получения государственных муниципальных услуг. 39% там общаются. Ну, мы поняли, что, наверное, больше. У нас у всех самое последнее приложение, которое мы пользовались перед тем, как сели к микрофонам. Ну, мы же понимаем, что статистика вещь такая странная. Ну, да. 27% говорят про интернет-банкинг. Вот мы сейчас про интернет-банкинг. А может, мы сейчас не про интернет-банкинг поговорим? Я вот хотел бы дополнить сразу, как бы, с учетом того, что вы назвали информацию. Поскольку я курирую разработку, значит, в сфере приложения, занимающего попутно сайтами, интернет-магазинами. То есть за свою карьеру я очень много их создал. То есть вы своим опытом делитесь, да? Да, то есть если пять лет назад взять ситуацию, значит, когда был сайт, допустим, интернет-магазин, там можно отслеживать веб-аналитику, как бы, и смотреть, насколько, как бы, трафик меняется с учетом использования, так скажем, гаджетов и персональных компьютеров, то преобладающая доля, там, 85% это были ПК. Компьютеры, ноутбуки, ПК. Стационарный либо ноутбук. Ну, это было, как бы, они всегда были, их не много всегда было. И потом шли только телефоны. То сейчас, допустим, если мы анализируем наш сайт, там, головной, на котором месяц, там, уровень посетителей, ну, для коммерческого сайта, я считаю, что неплохо на уровне 40 тысяч, то из 40 тысяч 85% это доля мобильного трафика. Все перевернулось. Все поменялось вообще. То есть доля мобильного трафика выросла сегодня, как бы, как ни странно, как бы, почему и бурный рост идет приложений сегодня. Почему? То есть за счет трафика, поскольку, как бы, человеку не хочется что-то грузить, он хочет зайти кнопкой и нажать, как бы, и получить качественную услугу. К тому же, это можно сейчас сделать, телефоны позволяют. Зачем там какие-то более крупные гаджеты? Ну, давайте уже напрямую спросим Артема Крещика, управляющего Кировским отделением Сбербанка. Вы тоже фиксируете рост мобильного трафика и роста количества пользующих? Да, особенно. Мобильное приложение от Сбербанка. Вам, наверное, уже и не звонит никто на горячей линии, все только пишут. Ну, кстати, звонки на горячей линии, они тоже имеют место быть. Другое дело, что меняется структура этих звонков. И вопрос там, по каким вопросам теперь больше и чаще люди обращаются именно на телефон горячей линии. И если говорить про трафик, то, конечно же, он растет год от года. Ну, это общемировая статистика. И особенно сыграл на эту историю прошлый год, когда люди вынуждены были уйти в заточение, в карантин, и не выходя из дома, вынуждены были решать свои вопросы. Конечно, это тоже очень существенно повлияло на все онлайн-сервисы, я думаю, любой компании. Причем важно отметить еще, что сильно на это влияет как раз структура пользования теми или иными девайсами, что если вот, как уже сказали про персональные компьютеры, ноутбуки и планшеты, так или иначе, они в любом случае, ну, объективно дороже, чем любой мобильный девайс в виде смартфона. Более-менее вменяемый смартфон сейчас можно приобрести, ну, уже там от 4 тысяч рублей, там 4-5 тысяч простейший телефон, который дает весь функционал. А приобрести, ну, извините, нормальный ПК, там, ноутбук, ну, дешевле 20 тысяч, ну, мне кажется, надо... Даже побольше. Ну, так, я вот базовый, там, интернет, вебсерфинг, да, там какой-то элементарный, но ютубчик, да. Если что-то хочешь побольше, то это уже за 40 и выше. И, конечно, это тоже накладывает определенный отпечаток на потребительские характеристики, на то, как и чем люди пользуются. Вот, а если говорить о мобильных приложениях Сбера, то, конечно, у нас их очень много, у нас их целое семейство сейчас, начиная со стандартных тем, уже упомянутый, там, Сбербанк Онлайн, Домклик, такие прям сильно популярные приложения, но следует отметить, что перечень приложений существенно, опять же, прошлый год расширился. Это и Delivery Club, это и ОК, это и Сберздоровье, востребованы очень сервисы стали. Для Кирова актуально последние несколько месяцев это мобильное приложение Сбер Еаптеки, где можно заказать, в том числе в онлайне, да, лекарственные препараты. Ну, и этот перечень постоянно-постоянно пополняется. Простите, я что-то не отследил, СберАвто запустился? СберАвто работает, ну, о чем вы говорите, например, то есть... Покупка-продажа. Да, этот сервис тоже работает, и для жителей Кировской области он тоже возможен, то есть покупка-продажа, в том числе с возможностью поставки автомобиля удаленно из другого города. К дому привезут, да. Да, 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 то есть ждем в этом году также, что у нас запустится и свой сервис такси CityMobile. Ну, в общем, повторюсь, перечень постоянно расширяется. Но, как я уже сказал, наиболее востребованные, наиболее пользуемые клиентами мобильные сервисы, это вот Сбербанк Онлайн, и только в Кировской области, ну, там, по нашим экспертным оценкам, более 200 тысяч жителей постоянно пользуются этим сервисом. И за прошлый год у нас существенный скачок, практически в пять раз выросло количество пользователей. Это сервис Домклик, на котором можно совершить все необходимые операции, связанные со сделками с недвижимостью, покупка, продажа, аренда, как частная, так и коммерческая недвижимость. Ну, и что немаловажно, можно в том числе в последующем сопровождать свою ипотеку, связанную там с получением необходимых документов, справок, с продлением страховок, с какими-то консультациями, если это требуется, ну, тоже это все зашито. Ну, как человек, собственно, имеющий ипотечное взаимоотношение со Сбербанком, я этими сервисами пользуюсь, нет, меня на самом деле все устраивает, все достаточно удобно, вот буквально недавно понадобилось мне предоставить для налогового вычета, если не ошибаюсь. Даже это можно там делать? Можно сказать справку. Да, справку, справку. Мне понадобился договор купли-продажи, просто заходишь, он там есть, он всегда там хранится, он никуда не делся, то есть не надо рыться где-то в бумагах, в шкафу, он просто вот там есть, зашел, скачал его, куда-то отправил, куда надо. Все довольно удобно. Ну, кстати, я извиняюсь, актуальная тема сейчас, все готовят декларации, есть у нас в том числе... До конца апреля, да. Как это, сервис НДФЛ, через которую можно подать декларацию, вычеты получить соответствующие, то есть, ну, тоже вот сейчас до конца апреля многие-то истории озадачены, и да, все справки через сервис Домклик или через Сбербанк онлайн. Ну, вот мы говорим так, Домклик там... Хотел еще задать вопрос, коллеги, вот говорят, что скоро... Михаил Скорохватов, да? Да, говорят, что скоро будут приходить вычеты от банка, то есть в виде справки, и сервис будет предлагать, как бы, получить вычет уже? Ну, во-первых, такие рекомендации уже нашим клиентам шлются, это уже с прошлого года, собственно, реализовано, и, ну, это именно тем клиентам, которые совершили те или иные операции у нас, и мы видим, что потенциально он может рассчитывать на те или иные вычеты. Это в вашей среде, да, только, как бы, непосредственно в среде банка будет происходить? Ну, как бы, в среде клиентов, которые пользуются нашими сервисами. А, допустим, как бы, если я являюсь, допустим, клиентом не одного банка, а нескольких, то есть и совершаю, допустим, покупку квартиры той же, где нужно получить налоговый вычет, то есть он через уведомление придет от вас ко мне в личный кабинет. Если не через нас делали эту операцию, то вряд ли. То не придет, да, то есть через... Единственное, вот я сейчас, ну, наверное, как это, я логически могу рассуждать, что теоретически это может быть сделано, как что, если вы наш клиент, то теоретически мы вам можем направить уведомление, что обращаем ваше внимание, что если вы совершали такие операции, то вы можете раз, два, три рассчитывать на такие-то вычеты. Причем перечень этих вычетов, он же достаточно широкий, и мы не всегда знаем о том, что можно ими воспользоваться. У Ивана Волосова тоже ремарка, а может быть вопрос тоже личный. А эти директоры группы компании «Железный» напоминают, да. Вопрос, возможно, который всех интересует. Нет, из пула приложений, которые вы назвали в Кировской области, какое является самым популярным по количеству уникальных пользователей? Артем, ответьте. Ну, да, я еще раз обращу внимание, я назвал именно те приложения, которые актуальны и доступны для жителей Кировской области, потому что, на самом деле, у нас есть еще ряд приложений, которые в Киров, в Кировскую область пока не зашли, но в ближайшем будущем там будут ожидаться, и мы готовы этому посвятить целую передачу. А самый популярный, конечно, ну, пока это Сбербанк онлайн. Реально у нас более 200 тысяч пользователей. Следующий по популярности – это Домклик. И дальше я вот, как бы, рейтинг, он немножко меняется. Очень популярный сервис сейчас набирает обороты – это ОКО. За прошлый год очень много пользователей набрал Сберздоровье. И рядом с ними, в том числе, идет Сбермобайл. Увеличение популярности Домклик в прошлом году, как вы сказали, в пять раз, выдержала система, все-таки довольно существенный рост. Ну, смотрите, тут история складывалась таким образом, что мы не то чтобы предугадывали, да, что ситуация может складываться таким образом, но так или иначе… Ну, там просто как снежный ком просто все развивалось, да. Ну, на самом деле мы просто достаточно много и лет, и денег вкладывали именно в развитие инфраструктурных историй, связанных с облачными хранилищами, центрами обработки данных и все, что с этим связано. И действительно нам это позволило очень, ну, как это, страшно, слово применено, комфортно достаточно войти в историю. То есть и каких-то пиковых нагрузок, которые так или иначе не вынесли бы наши системы, их мы не наблюдали. Причем этому уделяется традиционно, я думаю, каждая компания, которая думает о надежности своих сервисов, уделяет этому много времени и внимания. Для нас каждый сбой за прошедшие годы, он был очень критичным, подвергался очень критичному анализу, и важно отметить, что устойчивая система, она оценивается, я как не IT-специалист, но нам там говорят цифры, что беспрецедентная просто история, когда система очень отказоустойчивая. И для меня вот с точки зрения безопасности, например, уже затронули историю, там, ну, показательно, что по итогам прошлого года Форбс признал Сбербанк самым надежным и безопасным банком российской банковской системы, и в том числе акцент был сделан на том, что это связано в том числе с беспрецедентным уровнем безопасности данных, которыми мы обладаем. Но, увы, злоумышленники тоже не стоят на месте и все время выдумывают какие-то новые способы и ходы для того, чтобы обойти систему. Мы продолжим тему, которая оказалась очень разносторонней. Если честно, я думала, что нам будет не хватать нашего времени, то есть, наоборот, будет его слишком много. Теперь я думаю, что мы зря ограничились двумя часами. Вернемся в программу «Урбан» через 20 минут. Мобильное приложение «Мажордом», «Сбербанк онлайн» и «Домклик», возрастное ограничение 6+. Мобильное приложение «Система Глобус», возрастное ограничение 12+. Урбан. Программа о городских проектах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова